Ну что, начнем с рывков и прорывов. По итогам 2023 года прибыль 10 крупнейших компаний-производителей куриного яйца в России резко выросла. Об этом со ссылкой на отчетность в открытых источниках сообщает Forbes. Рост цен позволил птицефабрикам не просто заработать, а очень хорошо заработать в 2,5 раза больше, чем ожидалось, если в цифрах, то суммарный доход предприятий-монополистов подпрыгнул с 6 миллиардов в 2022 до 15,5 в 2023, а теперь самое интересное. 4 из 10 озолотившихся компаний, входящих в топ, напрямую управляются государством или связанными с ним структурами, остальные принадлежат, скажем так, бывшим депутатам или чиновникам, мы об этом, кстати, рассказывали в одном из предыдущих выпусков. Совпадение? Да, совпадение. А помните, как тогда нам в уши дули это все картельный сговор ритейлеров, коммерсы хапуги устроили ажиотаж и на беде всеобщей решили себе Харри наесть фаст? Федеральная антимонопольная служба даже успела трапортовать о возбуждении каких-то там дел, ну было же, да? А теперь вот выясняются пикантные подробности. Сговор вроде как торгаши устраивали, если верить пропагандистам, вот только выиграли от этого сговора. В смысле рекордную прибыль получили производители по итогу, причем главным образом. Производители, связанные с государством, ух ты! Вы знаете, что произошло? Ну у нас, вот я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровни заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это относительно был, относительно дешевый белок. И, в общем, популярный он, граждан. Я сам с удовольствием яичностью ем и в свое время вообще-то мог 10 сразу с утра навернуть. Вот, но что произошло? Вот спрос увеличился, а объема производства нет. Да-да, даже великого кормчего в эту историю втянули. Кстати, о великом кормчем вот всегда говорил, не надо Путину высказываться по теме экономики. Ну вот не надо, не его это конек. Человек же вон им вообще ничего не понимает. Как что-то скажет, иной раз получается смешно и нелепо. Зачем? Они своего патрона-то подставляют, это реальная журналистика. И никогда такого не было. И вот опять тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Справедливости ради скажу, что Путину действительно особо и не нужно в чем-то разбираться. Тем более детально у него другая работа, потому что другие цели и задачи. Как президент Владимир Владимирович должен осуществлять общее руководство. А в нюансах пусть разбираются специально обученные люди. Вот только в этом как раз и кроется затык. Нет тех специально обученных людей от слова совсем. И это как раз заслуга самого. У нас ведь вся вертикаль выстроена его халуями. Выстроена по принципу лояльности и услужливости, чтобы тот или иной чиновник был удобным. Чтобы никакой самодеятельности, чтобы двигался в ту сторону, куда партия приказала. Шаг вправо, шаг влево недопустимы. В идеале. Функционал любого нынешнего номенклатурщика это улыбаемся и машем. Причем улыбаться нужно как можно шире, а махать как можно активнее. Как-то так. Короче, сегодня выглядит среднестатистический российский чинуша. Путин президент мира! Ура! И это не Стёб сейчас был, не фигура речи. Давайте на конкретном примере разберемся, который знаком и понятен, я думаю, каждому. Потому что успел уже намозолить глаза. Денис Паслер, пожалуйста, губернатор Оренбургской области. Мой земляк. Кстати, еще недавно работал в правительстве области Свердловской. И про тот Оренбург слыхом не слыхивал. Возможно, даже не знал, где этот прекрасный город находится-то. Но в 2017-м мужчину назначают на должность руевого туда, в Оренбурге. Со спецификой региона не знаком. С людьми, которые там живут, не знаком. Не знает их ментальности. Не знает их беты чаяний. Но у руля человека зачем-то поставили, к слову, да я больше чем уверен, на той злосчастной дамбе. Губернатор Паслер впервые услышал в тот же день, что и все мы, а именно 5 апреля, когда ее прорвало. И вначале о ситуации в Орске. Второе по величине город Оренбургской области стремительно уходит под воду. Такого не было больше века. Уровень в реке Урал поднялся так, что рухнула дамба. Мощный поток хлынул в пойму. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действий на должностных лиц, ответственным за строительство, обслуживание и эксплуатацию указанного объекта. Так, телефоны все убрали. У нас тут есть правила? А почему? Телефоны все убрали. А как мы потом докажем, что нам такое... Вот у нас путь пресса, а он спресса вырежет. Может быть. А может и нет. А впрочем, что он может сказать в текущей ситуации? Я про Паслера все еще. Когда эту дамбу строили, человек еще раз жил в другом месте, другой жизнью. Да не только Пасля. Ведь со всей командой назначенцы, как правило, приезжают. И команды это тоже точно такие же чужаки для того региона. Они ни ухом, ни рылом, что там вообще происходит, происходило до этого. Тем более, не удивлюсь, если и в магазин, то они там по навигатору ходят. А тут какая-то дамба столетней давности, которую непонятно кто, непонятно как, непонятно из чего строил. И она почему-то разрушилась. Почему мы сейчас должны за свои деньги восстанавливать дома? Если есть виноваты, примите тот факт, что вы, не как конкретно вы, но вы же глава общества. Примите, что вы виноваты в этой ситуации. Примите этот факт, пожалуйста. Скажите, да, простите нас, мы виноваты в этом. Мы не доглядели, мы украли когда-то. Давайте откровенно говорить, да? Давайте, что-то разрушить. Я же губернатор, а не следственные органы. Ну, повлиять, простите, на следственные органы. Самое интересное, что у нас таких губернаторов 80%, если не больше, приезжие варяги, для которых, по сути, этот регион не родной. Это левый регион, который они еще раз и не знают. Вот есть в русском языке такое слово «чужой». Вот это вот больше, чем слово. Это целое понятие, это эмоция, если хотите. Это личное отношение человека к чему-то чужой. А теперь задайте сами себе простой вопрос. Вы для чужих людей много сделаете? А захотите? Нет. Я вообще считаю, что тактика с назначениями – это хреновая тактика, причем для всех и для населения, и для режима. Но давайте обо всем по порядку. Итак, для большинства нынешних глав регионов, например, раз уж о них заговорили, губернаторская должность – это ведь промежуточное звено в карьере, перевалочный пункт, если хотите. Грубо говоря, подготовили удобному чуваку какое-то кресло в Москве, в каком-нибудь министерстве, в правительстве, вот только сразу из местечкового чинуши или депутата сделать чиновника федерального уровня. Не по понятиям. Поэтому им говорят, Вася, поработаешь пока в условном талдыкургане в должности первого, посидишь там годика три-четыре, а потом мы тебя в столицу заберем. Но это не точно. И человек уже изначально в данный регион вот с такой установкой едет он тут ненадолго, он тут временно, а значит правильно, дочихать он хотел на проблемы местного населения. Его всего лишь кресло покараулить призлали. Чего тогда напрягаться, живи в свое удовольствие, изображай видимость бурной деятельности и все. Да даже если случится чудо, и назначенец окажется не настолько карикатурным персонажем, как этот действительно захочет сделать что-то полезное для того региона, но влезет в итоге в какой-нибудь чужой огород, и именно тут же по ушам может прилететь от кураторов, мол, мы тебе что сказали? Сидеть и не отсвечивать, кресло сторожить, ждать назначения, а ты бурную деятельность развел в лес, в сферу интересов Ивана Ивановича, Иван Иванович недоволен. Еще раз и отправим обратно в Верхний Пупкинс. Ну так или может быть как-то по-другому, но ход моих мыслей, я думаю, вы поняли. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, живу здесь, даже одежду помнячь ни разу не смог. Не поспать, не помыться и одежду поменять. У меня нету, потому что я приехал сразу сюда, первый раз за пять лет взял отпуск, две недели, и не пошел. К слову, почему я сейчас делал акцент именно на этих словах Паслера, что он в отпуск собирался, а это очень показательный момент. Дело в том, что семья данного чиновника находится не в Оренбурге. Первая жена, бывшая волейболистка Уралочки, вместе с детьми проживает у нас, в Свердловской области, откуда он родом. Вторая бизнес-леди тоже из Екатеринбурга и разрывается между Лондоном и столицей Среднего Урала, то есть еще раз. Родные Паслера находятся совсем в другом месте. Он к ним на выходные летает так понятнее, в той Оренбургской области его действительно ничего не держит. Он не связывает себя с данным регионом, своего будущего не связывает, а значит, в лепешку. Ради этих людей расшибаться не станет. Мы не уедем с домов, мародера. Мы будем до последнего. Вы, говорит, эвакуируйтесь, пожалуйста. Только у нас в наглую растаскивают, у нас залазят, красно-белые обворовали, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома. Пацаны вообще, ребята. С другой стороны, именно это обстоятельство, ну то, что разного рода назначенцы не ассоциируют себя с территориями, за которые как будто бы отвечают, сослужит, в конце концов, очень плохую службу и самому режиму. Вот сейчас мы подошли к самому главному. Дело в том, что люди-то тоже не дураки и прекрасно понимают все то, о чем я говорил выше, правда? До тех пор, пока их лично что-то не коснулось, им все равно. Им действительно было наплевать, кто там сидел в губернаторском кресле, Иванов, Петров, Сидоров или Пасыр, а вот когда коснулось... Всю неделю вся страна наблюдала, как в Оренбургской области зрело недовольство, как это все дело развивалось, как люди выходили на улицы, митинговали у стен администрации. Так получилось, что им действительно нечего больше терять, и эти люди, конечно же, захотели заставить власти обратить на себя внимание, выше сказал народ у нас. Политикой не интересуются, но лишь до тех пор, пока конкретно меня беда не коснулась, а уж когда коснулась, так вы будьте любезны. Примите участие в моей судьбе, а не про мышей, чушь, всякую по ящику рассказывайте. В этот раз, к слову, от пропагандистской телехи, по-моему, даже самые отбитые телезрителя фонарели. Я предполагаю два фактора. Либо это человеческий фактор. Кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса сочных вод, допустим, в Урал. Но, посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился прораз, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой двух-трехсантиметровой дырочке, отверстия, норки. Хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу. Сергей Васильевич, вы меня, конечно, простите, пожалуйста. То есть мы строим за миллиард дамбу, которые грызуны прогрызли? Как это вообще у вас не можно? Замечательно. Поразительно. Гениально. И несмотря на то, что прокуратура, народ пыталось предостерегать, мол, участие в несогласованных публичных мероприятиях чревато, несмотря на то, что полиции опять нагнали вагон и маленькую тележку, вот это все в данном конкретном случае не сработало. А знаете почему? Внимание на экран. Мы его не убьем. Мы его убьем. Никто не убьем. Мы его просто по чекам. Я тебе говорю, ты этим хаос сделаешь больше. Мы тоже можем прыгнуть. Мне вообще без разницы, кто тут вообще в форме или нет. Я вот серьезно. У меня сейчас пострелят. У меня ***. Просто ***. Да надо разгребать сначала. Ну да, здесь нет смысла. Здесь пиздец просто происходит. Надо сначала разгребать. Я отсюда. Я самим бургом. Бабушки не ***. Я чё поедаю? Ну а чё поедаю? Вот именно. Полицейский в кадре только что за меня все сказал. Но для тех, кто на бронепоезде, переведу. Да потому что этот полицейский, в отличие от чиновников, сам из местных. Его дом, его семья точно так же пострадали. Ему, в отличие от Паслера, уезжать некуда. И он точно так же, как протестующий, не очень рад гениальному решению московских дядечек о выплате пострадавшим трехкопеечной подачки, а дальше, куда кривая российской мечты вынесет, он тоже понимает, что на него, по сути, хотят плюнуть, что его, по сути, хотят сбросить, как ненужный балласт. К сожалению, а может быть к счастью, толстозадые дяденьки из далекой столицы до сих пор не догнали, что в текущей парадигме они своими руками раскачивают лодку. Они сами создали эту проблему, но как обычно. Решили пустить все на самотек, как-нибудь рассосется. Если не возьмутся за голову, то очень скоро могут начаться интересные времена на подходе подтопления, как бздят пропагандисты, и еще целого ряда таких вот оренбургских областей, а по сути, половина России. У вас величие посыпалось, господа, что ж. Запасаемся попкорном, занимаем места в первом ряду и переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok